Хадетский корпус, он должен был заплатить 30 миллионов. На основании чего рассчитывать? Ну, смотрите, потребители имеют не только Хадетский корпус, вы же понимаете, а натапливается целый рельеф. А если там еще кроме Хадетского корпуса есть другие яйца, то вообще надо есть еще меньше. Нет, в принципе, мы можем сказать, что Сберман, в принципе, любую вот эту вот, что он не обосновывается, то есть тоже можно взять, чтобы уменьшить, привезти нам к организму, надо поверить, если мы в этом оборудовании... Смотрите, у вас деньги заложены на бюджет? Как обосновать кладусы подключения? Ну, справедливая она или нет? Сметка подключения. Определяется нагрузка, определяется... Кладусы подключения утверждает регулятор, причем тот смет и так далее. Это регулятор, это вообще отношение между тем, кто хочет подключиться к сетям, и органам регулирования. Клад потребителей тоже 46%. Это вообще отношение к кладусы подключения не имеет. Потребители тепловой энергии у них в доле имеют 46%. Нет, ну, по таблице, если смотрите, увеличение опуска 7000 калорий, и они распределяются между потребителями 54% в среднем 46%. Совершенно верно. Я понимаю, это как раз та мощность, которая создается. 46%. 46% вот эти ручки делают у вас юридические лица. За тепловую энергию они платят. А плата за подключение – это иная плата, которая идет с инвестиционными ухлажениями. То есть, любая инвестиционная организация для того, чтобы подключить потребителя, берет плату за подключение. Мне кажется, коллеги, мы сейчас вообще не на том, что мы сотребили. Я согласен, что стоило бы проверить. Если вы получите подключение, есть, наверное, ответственность чего. Я вообще не считаю, что это проявлено. Нет. Это уже база, как конкретно. Да. Кесть этого случая заключается в том, что мы заложились на эту сумму возврата. Мы увидели ее в бюджете. Нам сказали, что эта вклада, эта величина подтверждена. И мы, при финансировании этого проекта заложились на эту сумму. Вот этот кейс. Если это смущает, давайте еще раз. Без обсуждения причем, у нас столько денег. Еще раз. Мы не знаем, сколько бюджет заложил. Сколько регулятор принял решение заложить. А это достаточно было вопрос, что в вашем сфере не заставить проект? Нет, этого достаточно. За счет потребителей достаточно. Просто эта плата, она облегчает нам принятие решения по проекту. Понимаете? А что обеспечение на этом проекте было делать? Ну, там не было имущественного обеспечения. Там были просто им права. Ну и как вы согласились с этим? Ну, мы видели деньги в бюджете. Это ключевая. А здесь история. Вот и кейс заключается в том, что, несмотря на то, что у нас не все классически складывается, но при наличии каких-то дополнительных факторов, в том числе наличие в бюджете вот этой суммы для того ключей, да, мы идем в проект без обеспечения. И со ставкой. Я правильно больше ставка отразилась сейчас по конкретному кредиту? Да. Ставка в районе 9,5. А в тот момент времени, я думаю, что это ключевая была 7,25. То есть мы влезали во все необходимые мероприятия. Ну, плюс консистия бывало в соответствующем законе. Вот так вот. Финансирование, по сути, это ранее заключенное соглашение не нарушено. Да, просто нарушено. Проверили на соответствующие законодательства. Вот это кейс. Как вам надо работать? Как вам надо работать? Ну, в кейсе можно вопрос задать по кейсу, да? Вот, а целесообразность этого кейса действительно вызывает сомнение. Почему? Посмотрите, сумма проекта 84 млн рублей. В принципе, для реконструкции, да? У них есть понимание, что 62 млн рублей идёт подключение. То есть есть заявка на подключение. По сути, у организации дефицит средств 22 млн рублей. И ради 22 млн дефицита они привлекают 84 млн рублей банкового кредита. Нет, смотрите, 84 млн – это сумма всего проекта. А стоимость финансирования 59 млн. Это другая особенность. Тем более тогда непонятно. А вы думаете, что на подключении ничего не понадобится строить? Да. Они обычно аббасируют. Видите, такое аббасируют 60 млн. Стоимость, а вам понадобится? Ну понадобится. Ну понадобится. Я же правильно и говорю, что 62 млн на руке это не выручивает, это не прям. Ну понятно, да. Там есть, наверное, запрады по подключению. Конечно. Они считают, что они считают. Конечно, да. Никакой большой млн. Давайте начаться дальше. Да. Банки вообще финансируют там, где карты. Но это не счастливы. Особенно все люди считают. Проекты рекомендаются без увеличения из СМИ. Есть такие, конечно. Давай. Может кто-то расскажет? Вот эти проекты рекомендают. Кто не интересен? Сейчас что-то, да. Ну давай. Чеклянбент, Аварский край. 190 млн. Давайте мутища лучше. Давайте мутища лучше. Значит, смотрите. Вот хороший кейс, мутища. В чем суть? Действующая организация, у нее объекты техоснабжения находились на праве аренды. И мы в этом договоре, в этой истории, за внимание, с трансформацией договора аренды в концессионное соглашение. Это как бы был ключевой такой, ключевая сложность в этом проекте. Потому что было необходимо, а, выверить, что договора аренды соответствуют требования законодательства, то есть не инвестиционные мероприятия и тому подобное. Вторая сложность в этом проекте, это огромная инвестиционная программа. Инвестиционная программа рассчитана на период более шести лет. И для нас, как для банка, это крайне затруднительная история, потому что если мы говорим о том, что мы приняли решение о финансировании, то дальше мы формально резервируем вот это деньги. И мы должны уже взимать плату за резервы. У нас за шесть лет взимать плату, мы можем это начать делать. Если денег не выдали, то мы взимаем плату. Поэтому наш подход был следующий, что мы трансформируем конституционные соглашения, и до того, как они заключаются в конституционном соглашении, мы идем на кримитет, заключаем рамочные соглашения о финансировании инвестиционной программы. В рамках этого рамочного соглашения ежегодно при выполнении определенных кабинетов, то есть подтверждение того, что предыдущие соглашения выполнены, утверждена инвестиционная программа, есть мероприятие инвестиционной программы и так далее, мы финансируем кредитное имя каждый год. Каждый конституционный год в течение шести лет. Там в рамках рамки открывается по одному. В конце прошлого года вот это произошло заключение рамочного соглашения, в этом году уже заключили первое кредитное соглашение с финансированным мероприятием текущего года. В сроке кредитования, что-то там больше проекта 12 лет, если я считаю, да? Ну, вставка, как они попали. И до чего это еще конституционное соглашение все-таки с элементами нашей коробки? Ну да, значит, мы про коробки не сказали, да? Что мы сейчас говорим про коробки? У нас есть в этом соглашение на обязательство с субъектом, которые говорят о следующем. В случае, если мытищинская... Нет, не мытищинская, если... Если на свеку дефолга проекта и Концидент не может расплатиться, в смысле, в смысле, в смысле, компенсацию на расторжение, в недостающей части компенсацию выплачивает Московская область. Это вот ключевой элемент компенсации в САМС. За счет этого возможно принять решение об инвестиции в инвестиционный проект. Потому что сами мытищи принять эти обязательства не могут в том манере, и это не позволяет, собственно говоря, отряд бюджета. Вроде они это могут принять, но мы не можем их учесть, потому что их бюджет просто не передоспособен к этому объявлению. Вторая часть – это прямое соглашение, которое, собственно, гарантирует банку, что текущее действие замены инвестиционера и так далее не произойдет без его участия. Потому что не будет изменений в соглашении, не будет изменений по проекту, по проекту без участия в консиденте организации. Вот это позволило нам без внешнего обеспечения. То есть мы не требуем ничего от залогов, кроме права, и без дополнителя, собственно, за каких-то залогов спрофинансировать этот проект и принять этот проект. Каким документом регулировалась, так сказать, ответственность в московской области в случае джитров? Не намного. Спасибо. Ну, то есть, смотрите, московская область базируется на том, что ее право и обязанность участвовать в консидентном соглашении – это 115-й федеральный закон, глава 4-я, статья 40-я. В нем указано несколько условий, несколько требований к участию субъекта в качестве стороны консидентного соглашения. Два или три из них – это обязательные условия. Это если субъект не передал полномочия по регулированию даринку от того, как муниципального указания, то он обязан участвовать в качестве стороны, на которой устанавливает даринку. А еще одно обязательство регулируется пунктом четвертой, по-моему, статьи, где говорится следующее, что субъект, участник консидентного соглашения, может принимать на себя иные обязательства, утвержденные его нормативно-правным актом. То есть Московская область утвердила у себя нормативно-правным актом, согласно которому Московская область в отношении концессионных соглашений, которая является третьей стороной, может принимать на себя обязательства и дальше по списку того, что было написано в концессионных соглашениях. А какие обязательства? Правильно. Повторюсь, что Московская область концессионных соглашений приняла на себя обязательства. В случае, если будет происходить досрочное расторжение концессионных соглашений, и муниципальное образование не будет платить всю сумму компенсации при расторжении, а такое может быть, потому что бюджет мэтичинского района, это не район мэтичинский, там городской область мэтичи, потому что городской область мэтичи не имеют в бюджете, может не иметь достаточных количеств средств, для опыта комиссионных соглашений. Так вот недостающей части, той части, в которую мэтичинский организм не выплатит, его дофинансирует Московская область. Мэтичинский, может быть, устроительский, это правительство? Какая организация является? Какая организация и что является? Которая влачивает эти деньги, просто в бюджет. В Московской области, да? В Московской области, да. Правительство? Да, я бы сказал, что это неинтересный пример, у нас в Пульской области точно такое же решение принято. Там две, как минимум, такие же концессии. Просто первая нам было, консультация вторая, и эффект, поэтому, как называлось, меньше, чем за шесть месяцев. То есть, это как бы, эта норма установили законодательцы. Более того, я вам скажу, мы еще по этому поводу нормы обратились в Минфин и РФ, спросили, а можно ли принимать субъект, учитывая, что у субъектов, есть же еще постановление проекта 1506, ограничивающего принятие на себя расходных обязательств, значит, дополнительно, и что Минфин, в случае такого нарушения, будет, соответственно, рассматривать это, как нарушение постановления проекта 1506, будет поднимать вопрос о межбюджетных транспорах. Помните, да, такая история. Мы получили разъяснение за дописью Гормина, который, собственно, и разъясняет, что подобные обязательства не противоречат допущенному союзу, но если мы в основном, если мы в основном, если два два два. У нас была копия писем, просто, да, да. Давайте конкретно проверим, по тексту разбираться. Если банк не видит, откуда будет конченсация, исключая чего, то наши бюрократы, у нас есть бюрократы, что это НДРАНИКА. Наш НДРАНИКА говорят, как мы не идем на проект. Вот, смотрите, у меня есть СССР, у меня инстинкция, еще кого-то там и так далее. Мы не ходим в проекты, которые не обеспечены. А кредит выдаются только условиям срочности, платности и возвратности. Возвратность здесь не обеспечена. Мы же доказали, что мы обеспечим возвратность кредита. Даже в случае дефолта проекта, мы не деньгами, мы не только деньгами, мы не деньгами, мы не деньгами, И это позволило прокомментировать проект и выйти в этот проект. Нет, это когда вы понимаете, когда обслуживаете, зачем это? Я жду. Там же там проблем с текущим обслуживанием, нет, там все обслуживается историком. Это не все, не все, амортизация, нормативный прибыль достаточно для обслуживания. Что все это тариф увеличил бы? Тогда уже был такой тариф. Они раньше работали там, на столь трёховаренду. Мы трансформировали действующую ситуацию только в цельсию. Это позволило привлечь деньги к финансовому инвестиционному 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 программу. Правильно? Да. Главное инвестиционное программа старое. У вас регулирующая окна утверждают инвестиционную программу, утверждают дарея, тарифы организованы, которые вы запланировали. Если вы их нереализованы, он потом имеет право вычесть из вашей суммы, не учитывать землю, это не реализованы. Здесь подходы реализованы могут быть очень разные. Если понять, что есть, то все-таки Московский область в этой схеме, то есть вы творите функцию, а... А есть у тебя схема коровы? У тебя в этом есть схема коровы? Сейчас ты смотришь. Не важно вопрос. Вот белая перелетла, это форма коровы. Нет, нет, давай схему. А, схемы сейчас. Нет, это тоже. Вот здесь еще будут вопросы. Непонятно, сама... Правильно, здесь я уже задала вопрос предыдущий, она говорит, о каком основании все-таки Московская область вошла в это конституционное соглашение. Вот, я отвечаю, что основание... Она не является предвидетом, кстати, суда? Она является стороной, она является третьей стороной, он все-таки третий стороной. А как это держит? Конституционное область в муниципальном образовании. А, нет, старайтесь, да, извините, хорошо. В муниципальном образовании конституционное соглашение. Да. Он может выступать в конституционное соглашение, только в случае, если это является... Ну, и полномочия. Да, точно, да. А какие полномочия умунится прицеп по строительству? В муниципальном образовании? Нет, слушайте, что строительство, это создание объекта досношения, полномочия, муниципальном образовании. Не строительство. Организация системы водоспорожения – это полномочия викторитет. Но не строительство. А организация досношения каких-то могут? Нет, это не предупредит, то есть не прямые полномочия в викторитет. Прямые полномочия не сопровезает, а создание организации водоснабжения. Как ты можешь объявлять досношения, просто построить сеть, ты можешь его развозить воду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другой механизм который у нас описан в 603 это недополученные доводы которые у нас возникали в связи с неутверждением тарифов согласно вас в штрафе В этом случае механизм работает следующим образом Тогда администрация со своей стороны должна доплатить эту разницу, а, вернее, она должна учесть эту разницу в последующий период регулирования. А если не учла, то должна доплатить эту разницу. Она у нас так и работает. Когда составляет жена, оттуда у вас ждать. Смотрите, вы же знаете, что у нас есть экономический обоснованный тариф, а есть установленный тариф. Разница оттуда убивается. Кто сейчас доплачивает в разницу, особенно в северных районах? Там экономический обоснованный тариф на мазуте по 6 тысяч рублей за гибрид. Кто выплачивает казницу? Субсидия. Субсидия, разрешение, непополучный доход. Значит, у нас сегодня механизм для этого есть. Если дальше принимаете решение, потому что вы не утверждаете, но вы не сказали, что вы не утверждаете, тогда должен быть механизм консенсации. Из ничего ничего не получится. Чудеса не будет. Может, я принесу? В глазах, в глазах. Взрывы. 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 Конечно, этой задачей надо заниматься, в ней нельзя заниматься только с точки зрения того, что давайте нам новый проект с помощью профессионалов задачи. Так и получится. Надо обязательно смотреть на какие есть первоочередние приятельные программы. Во-вторых способах.